Итак, здравствуйте! Русский язык. Сегодня изучаем правила, как пишутся у нас глаголы с мягким знаком и без мягкого знака. Что делать? Что делает? Например, грамоте учиться. Что делать? Учиться. Пишется с мягким знаком. Всегда пригодится. Что сделает? Пригодится. Пишем без мягкого знака. Хе-хе. Извините, пожалуйста. Я привела вам новую ученицу. Она пару месяцев будет учиться в вашем классе, пока ее родители находятся в этом городе. Прошу любить и жаловать. Вампирина. Здравствуйте, ребята. Я вампирина. Я буду учиться с вами в классе. Куда мне можно присесть? Ого. Вампирина. Ничего себе. Ну что, вампирина, осваивайся. Я пойду. Здравствуй, вампирина. Добро пожаловать к нам в класс. У нас русский язык сейчас. Так, а куда бы тебя посадить? Все парты у нас заняты. Так, кто немножко подвинется и сядет рядом с вампириной. Ребятки. Ой, давайте только не со мной. Она какая-то странная такая. Ой, не знаю. Я даже ее боюсь. У меня так тесно. Нет, нет, у меня нет места. Ой, не знаю. У меня тут тоже как бы на одно место. Ну, девочки. Что ж, никто вампирина не пускает. Пускай со мной тогда сидит. Ну вот, вампирина, нашлось тебе местечко. Садись рядом с Джонни. Молодец, Джонни. Вампирина сегодня первый день в нашем классе. А девочки у нас такие неприветливые. Никто не захотел сидеть с новой ученицей. Ай-яй-яй. Вампирина, проходи к Джонни. Продолжим урок. У нас сегодня написание глаголов. Привет, Джонни. Спасибо, что разрешил с тобой посидеть. Да, пожалуйста. Мне не жалко. Итак, проверим, как вы усвоили новые правила. Выражение. Глаза боятся, а руки делают. Слово. Боятся. Пишется ли в этом глаголе мягкий знак в окончании? Или нет? Боятся. Кто знает ответ? Поднимаем руки. Глаза боятся, а руки делают. Ой, я даже не знаю, с мягким или без мягкого. Я знаю ответ. Я спросите меня. Ой, вампирина. Здорово. Давай, отвечай. Глаза боятся, что делают. Отвечают. Отвечают на вопрос, без мягкого знака пишется. Боятся. Правильно? Правильно, вампирина. Молодец. Так, следующее предложение. Посложнее. Как шьется, так и носится. Тут нужно вам расставить мягкий знак в слове шьется и носится. В каком слове нужно писать мягкий знак, а в каком не нужно. Ой, а я знаю, я, я опять знаю. Я знаю, спросите меня. Вампирина, тебе и так пятерка. Подскажи мне, как там пишется. Я отвечу, вдруг и мне пять поставят. Хорошо, Джонни. Слово шьется. Что делает, без мягкого знака. Носится. Что делает, тоже без мягкого знака. Оба слова без мягкого знака пишутся. Спасибо, вампирина. Спросите меня, я знаю, я. Вот это поворот. Джонни, как здорово. Неужели ты усвоил хотя бы одно правило русского языка? Отвечай, конечно, конечно. Я очень хочу тебя послушать. Шьется. Что делает, без мягкого знака. Значит, пишем, без мягкого знака. Шьется. Так, и носится. Что делает? Опять вопрос, без мягкого знака. Значит, и в слове мягкого знака не будет. Ого. Джонни. Откуда ты это знаешь? Молодец, Джонни. Сегодня я поставлю тебе первую пятерку за год. Представляешь? Джонни, молодец. Наконец-то, наконец-то я поставлю тебе пять. Ура. Первая пятерка за год. Здорово. Сейчас я принесу вам свой дневник. Мне нужна эта пятерка. Вот мама с папой удивятся. Вампирина, спасибо тебе большое. Ты такая здоровская. Давай всегда будем сидеть вместе. Джонни, да пожалуйста. Я просто у тебя в классе была круглой отличницей. И по русскому языку я все знаю. Если что, обращайся. Я могу позаниматься с тобой и после уроков. Чтобы ты знал еще больше. Ой, девочки, вы слышали? Эта вампирина помогла Джонни. И он получил пятерку. Здорово. А можно я на следующий урок буду сидеть с вампириной? Ой, она такая умная и добрая. Можно я? Можно я тоже буду с ней сидеть? И я хочу сидеть с вампириной. И что ж я сразу не предложила и сесть рядом со мной? Ага. О, какие хитренькие у нас девочки. Да? Вампирина какая-то странная. Я не хочу с ней сидеть. А как Джонни пятерку получил, так все на расхват с вампириной. Вампирина, с кем ты хочешь сидеть на следующем уроке? А, кстати, держи. Вот твоя пятерка по-русскому. Джонни, я буду сидеть с тобой. Девочки, извините, но я слышала, что Джонни учится хуже вас. Поэтому ему нужна моя помощь. А вы сами справитесь. Точно, точно, слышали, девочки? Сами справитесь. А мы с вампириной как-нибудь тоже. Сами справимся. Ха-ха. А сегодня у меня первая пятерка за год. Ура! Спасибо тебе, вампирина. Да, пожалуйста. Пока-пока. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки. И смотрите новые видео. Девочки, а если вы хотите, чтобы я вам тоже помогла, давайте встретимся вечером в кафе. Я вам расскажу эту тему, и вы быстро ее запомните. Ух ты, вампирина, здорово. А давай.